парни всем привет хочу рассказать и поделиться одновременно про свой квадроцикл и опыт его использования эксплуатации скажу сразу это квадроцикл боец этот очень классный боец то есть он на повышенной встает в козлика спокойненько когда хороший зацеп ну мы не говорим про асфальт но пониженном вообще зверюга то есть запас у этого мотора всегда есть под жопой то есть он всегда ускоряется просто шикарно то есть если мы касались горе мотора мотора достаточно надежны при условии что вы будете следить за уровнем масла и вы его не будете перегревать что значит следить за уровнем масла и почему я про это говорю эти квадроциклы не любят ездить на задних колесах как только вы стоите на задних колесах у него сопу находит сзади он начинает сразу закидывать в дроссель масла и многие начинают считать что он жрет масло на самом деле все проблемы только вот в этом и когда естественно у вас один раз стали два раза на козла 3 4 5 так далее многие привыкли квадрик поставили и даже туда свой нос не совать от этого и возникает проблема чтобы этой проблемы не было следите за уровнем масла многие даже просто в горку выезжают когда или заезжает в горке там из луж в лужи тоже выкидывает смотрите за уровень масла все будет в порядке опять же попадает масло в дроссель и в цилиндры и начинает просто гореть и выбрасывать и многие сразу начинают считать что все поршневой на самом деле это не так это не так просто масло попал в цилиндры она просто сгорела выплюнул из-за того что просто она туда выбрасывает вот это на кавасагах до рестайлинговых такая проблема есть на рестайлинговых уже не выбрасывает масло в дроссельную заслонку там чуть переделали мотор прям чуть-чуть там кое-где канал теперь переделали принципе все это квадроцикл 2008 года инжекторный пробег у него 11600 мотор здесь нигилизовался не делался с ним все в порядке и он будет дальше ходить потому что я всегда слежу за уровнем масла всегда смотрю чтобы квадрик не перегревался все я вторых хозяина в эту квадроцикл за два года он и не не доставил никаких серьезных проблем меня только один раз вытащили на галстуке вытащили на галстуке потому что у меня резинка уплотнительное колечко оборвалось именно в где топливный насос заменили проблеме забыли и также не надо кататься это квадроцикле до сухого бака я заменил два бензонасоса потому что просто катался до сухого бака я такой думаю что докатаюсь ночью возьму залью бензин дальше поеду окажется не так потом начиналась плохая тяга ну на это плохой тяги мотор всегда в принципе довозил меня до дома всегда всегда его только один раз все дальше я для себя урок принял и больше никогда до сухого бака не едем вот в принципе все основных проблем таких которых можно столкнуться подвеску не вся на соленблоках у меня сделано поэтому в этом плане с ним все хорошо расскажу дальше про преимущества у этого квадроцикла клиренса вот отсюда до сюда у меня правда лифт стоит 5-дюймовый 38 сантиметров клиренс 38 сантиметров парня это больше чем у хмаря вот здесь также 38 сантиметров в передней части 35 там 32 35 точно не помню но когда мы даем газу сесть на морду нас поднимается этот квадрик очень легкий весит всего 320 килограмм ним легко управляться как на ковровом болоте так и в принципе вы гряди вы можете с него слезть всегда поддавать газу он будет ехать здесь есть блокировка дифференциала она выполнена через таким рычагом я никогда не пользуюсь потому что есть риск попасть на большие бабки потому что расколотыми редукторами многие сталкивались на всех практических техниках потому что ломает ломать редактора чтобы с этим не связываться не пользуйтесь в этой дифференциал я им не пользуюсь нет проблем и забыл и вообще все хорошо прекрасно дальше что баку этого квадроцикла хватает в принципе где-то до 100 километров кого-то 90 кого-то 80 кого-то 60 у меня всегда или в таком хорошем ритме подвеска прекрасно себя показывает то есть отработает на на стоковых амброзеттрах просто отлично резина мягкая хорошая отличный гребет рекомендует резину ребят многие про нее знают хоть раз хочу показать что у меня 11000 пробега 11600 звук этот моторчик жужжит здесь находится сервопривод такой моторчик он как раз отвечает за горный тормоз то есть вы можете спускаться с горы медленно он будет вас раз придерживать торможить ведущий шкив вариатор вещь удобная некоторые убирают включает и в принципе это дальше пойдем без недостатков передний радиатор редуктор извиняюсь передний редуктор любит пить воду я сюда после каждой покатушки приезжаю смотрю если есть подозрение на эмульсию вообще просто не парюсь и сливаю промывая соляркой и заливаю туда свежие масло и проблем нет и не будет только вы будете за ним следить не ленитесь говорю следить за этим какой бы квадроцикл у вас не был после покатухи с водой не забывайте залазить и смотреть на наличие воды после каждой покатухи вру мне не везде сленблоки мне вот здесь втулки стоят в прицу их и шприцы крестовины кардана задние передние не требует потому что крестовин нет вот на этом принципе и все из нюансов основном этот квадрик очень хорош мотор прекрасен лучше чем у гризлика ускорение у него потрясающе отличная гризлик он по сравнению с ним просто дохлетина потому что гризлики из-за своего сцепления не могут резко ускоряться иногда вот очень надо резко ускориться такой прыжок совершить если этот прыжок не нужно совершать можете брать гризлик и не париться гризлик он ковыркучный на нем надо работать в плане подвески вкладывать нужно будет в подвеску все в этом плане ребята могу сказать давайте перейдем к цифрам теперь на рынке эти квадрики можно приобрести по цене у трех 100 тысяч рублей и выше можно купить принципе дешевле но надо будет смотреть бывает просто как бы хорошие экземпляры продают за недорого как принципе и с моим квадроциклами я купил его за недорого но вложить мне в него пришлось незначительно но пришлось и опять же больше такой знаете профилактика обслуживания навесной оборудование который вот в принципе вы все видите там ничего этого не было он был практически на стойке хозяин ездил только вот были у него шнуркеля на вариаторах почему многие ставишь шнуркеля не для того чтобы плавать для того чтобы не каждый раз не заходить и не мерить в лужу с палкой поэтому практически никто не меряет точнее не плавает вот по самые не балуй вот принципе то наверное и мы дальше что к цифрам возвращаемся поэтому выбирать за эти деньги берки которых там точно будет наверное хлам но опять ребята все нужно смотреть но не берите его за 350 тысяч рублей какого-нибудь гепарда леопарда лицеев ребят но за 350 тысяч рублей возьмите вы нормальный бренд почему они так дешево стоит просто они не оценены рынке они не так популярны и за счет этого они вот стоит таких недорогих денег вот так вот рынок определил их цену вот так поэтому ну конечно опять решать вам хотите берите cf хотите берите стелс там гепард 150 800 я бы не стал брать гепард за 350 нам 370 тысяч рублей я бы не стал потому что думаю не стоит говорить почему как каждый наверно кто попробовал гепарда поймет меня дальше что еще опять хочу сказать ну в основном как бы я про цифры хочу сказать да хотел сказать про мотор про преимущества его квадрик легкий весит всего 320 килограмм примерно с этим навесным оборудованием кофр этот просто шикарно им очень довольны вмещает очень много всего здесь я бутылочку воды размещаю сюда всякие разные вещи при том что вот эти вещи этот бардачок он водозащищенный прям вообще то есть спокойный мой керхер дождь ничего с ним не случается строк или а сделал я вот так вот очень эстетично есть такая металлическая пластина все такое передано и все так вот работает и резиночка держит очень красиво я не люблю когда шнарки ляде этот такими высокими не нравится мне это пластиковая защита дна то есть практически никакого этого металлического алюминия нету я езжу спокойно заезжая в грязь я не жму газ до отказа чтобы вылетали оттуда струи фонтана грязи и воды поэтому наверное у меня до сих пор все хорошо с гранатами с приводами в принципе я наверное рекомендую так многими ездить и поэтому опять же вопрос возникает нужно ли такая мощность в моторе иногда нужно вот иногда нужно опять же смотрите всегда неважно какой ваш квадроцикл за уровнем масла моторе и не перегревать его с ним будет всегда все прекрасно и хорошо на этом я наверное закончил свое видео обзор такой кратенький кратеньких хотела все-таки 10 минут получилось подписывайтесь на мой канал ставьте лайки не забываем всем